Люди изменились за последние годы, на ваш взгляд? Вы знаете, люди стали какие-то, ну, пассивные. Вот наблюдается некая пассивность у человека. А в чем проблема? Почему? В чем проблема? Потому что вот отношение власти к народу. Вот в чем власти. Потому что народ не верит, что что-то будет хорошее, доброе, замечательное. Потому что вокруг обещалкины, понимаете? Прежде чем голосовать за кого-то, да, надо все-таки хорошо прочитать все, что он обещает нам, и опять обещает, а будет ли это сделано. Но надо просто нам думать, включать мозги периодически, а не быть так вот, не жить по таким канонам, моя хата с краю. Вы понимаете, у нас же это мало инициатива, понимаете, от людей. Потому что люди устали, люди уже никому не верят. И получать так, мы живем по таким правилам, моя хата с краю. А на выборы народ ходит? Ну, как вам сказать, когда я бываю, приходят. Но я думаю, что уже не такого нет подъема ходить на выборы, потому что неверие, ничему мы уже не верим. Почему мы не верим? Что происходит-то с нами? Ну, кто его знает, что происходит. Сейчас, мне кажется, лишь бы только власть и деньги правят миром, понимаете? У кого-то власть, у кого-то все, понимаете, все. А у других все остальное. В общем, вы знаете, дошли уже до беспредела, но я думаю, что это еще не предел. Ну, что это наша участь такая, или это наше какое-то наказание, кара такая нашей страны. Кара не наказание, это наше молчание. Я уверен, что тот режим, в котором мы живем, он покоится на таком краеугольном камне, как абсолютной индифферентности безразличия наших сограждан вообще к чему бы то ни был. Путин так Путин, не Путин так не Путин. И не надо нас как бы беспокоить, не надо нас выводить из зоны комфорта. И это, собственно, секрет вот этого негативного, ухудшающегося отношения к Навальному, который все время выводит обывателя среднего из зоны комфорта. Что-то все время рассказываешь какие-то ужасные вещи про власть. Мы и так знаем, что они там все коррупционеры. Что-то все зовешь на какие-то улицы. Не хочу я ходить на какие-то улицы, я хочу сидеть на своем земельном участке и, значит, копать картошку. Моя хата с края. Вот эта позиция выработана годами. Очень удобная власти. Это часть как бы социального контракта. Вы к нам не лезьте, мы вам обеспечим минимальный, так сказать, продуктовый набор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!